Всем привет! Вы смотрите Огненное ТВ. Сегодняшнее видео будет посвящено, пожалуй, самой главной силе во Вселенной — силе гравитации. Ньютон открыл закон всемирного тяготения, а Эйнштейн выяснил, что на самом деле это не просто тяготение, это искривление пространства-времени. Чем массивнее объект, тем сильнее он искривляет пространство. Значит, если мы создадим что-то достаточно тяжелое, то можем собственноручно, так сказать, искривлять пространство и время. Давайте же это проверим в кустарных условиях. Согласно теории относительности, пространство и время связаны. Если искривляется пространство, то и время начинает течь по-другому. В качестве объекта с большой массой я возьму свой свинцовый бункер, который я когда-то делал для того, чтобы изучать радиоактивное излучение. По сути, это огромная толстостенная свинцовая банка с крышкой. Давайте взвесим эту штуковину. Крышка весит 10 800, то есть почти 11 килограмм. Ну а вот сама баночка весит примерно 45 800. В итоге получаем 56 с лишним килограмм свинца. Неплохо. Я надеюсь, этот предмет достаточно массивен, чтобы вокруг него в заметной степени искривилось пространство. Ну, на глаз это, конечно, тяжеловато определить, поэтому придется соорудить более точный прибор. Нужно будет сделать штуковину, которая имеет очень высокую чувствительность. За основу я возьму эксперимент Кавендиша, но немножко в измененном виде. Мне потребуется изготовить два одинаковых груза. Для этого я возьму графитовые тигли одинакового объема. Они будут играть роль литейной формы. Заливать в них буду, конечно же, свинец. Он не магнитится и имеет высокую плотность. И, по сути, для этого эксперимента это лучший материал из доступных. Можно, конечно, грузы из золота отлить, но это будет не сегодня. Грузы должны быть достаточно тяжелыми, ведь сила притяжения между телами пропорциональна их массам, умноженным друг на друга. Расплавленный свинец заливаю в графитовые формы и после остывания у меня получаются два идеальных цилиндра одинакового размера, но и соответственно одинаковой массы. Цилиндры буду крепить вот на такой алюминиевой трубке длиной 1 метр. В свинцовых грузах сверлю отверстия для того, чтобы крепить их на трубке. После этого взвешиваю. Если какой-то груз оказался слегка тяжелее, то можно спокойно высверлить чуть больше металла и уравнять массу. У меня получилась разница около половины одного грамма. Она никак не повлияет на ход эксперимента. Чтобы грузы плотно сидели и не ерзали на трубке, нужно обязательно подмотать немножко синие изоленты. Вот теперь отлично, ничего не сваливается и держится плотно. Эту штангу я подвешиваю на леске, закрепленной на потолке. Длина лески около двух метров. Как только я подвесил эту шайтан-палку, она тут же начала крутиться то в одну, то в другую сторону. Дело в том, что под весом груза леска начала выпрямляться. Короче, придется подождать, пока этот маятник остановится. Я думал на это уйдет два, но максимум три часа, но не тут-то было. Пришлось оставить маятник на сутки, прежде чем приступить хотя бы к первому эксперименту. Спустя сутки маятник практически остановился, но все равно продолжал слегка вертеться вот на такую амплитуду. Кстати, видео ускорено в сто раз, если что. Мои попытки хоть как-то его остановить не увенчались успехом. Даже малейшее касание маятника начинает раскачивать его сильнее, чем он качался до этого. Короче, я решил, что ничего страшного и можно попробовать аккуратно пододвигать большую массу к этому маятнику. Для пущей важности я добавил еще 16-килограммовую гирю, ну и заодно часики поставил, чтобы у вас было понимание того, сколько времени ушло на эксперимент. Пододвигаю груз на глаз, тут самое главное увидеть хоть какое-то взаимодействие. Может, конечно, всему виной то, что я постоянно ходил туда-сюда и гонял воздух, который мог повлиять на колебания маятника. Но мне все-таки кажется, что когда я придвинул большую массу к маятнику на расстояние около 20 сантиметров, то он действительно это заметил. Его, так сказать, орбита сместилась ближе к этой тяжелой штуковине. Похоже, что большая масса действительно влияет на движение малой массы. В какой-то момент показалось, что колебания вообще остановились. Я переставил камеру поближе, чтобы лучше рассмотреть, но, честно говоря, нифига не понятно. То ли он сильнее качается, то ли слабее, в общем, решил оставить все это в таком виде до следующего дня. Когда я пришел в мастерскую, оказалось, что груз примагнитился к большой массе. Я решил попробовать отодвинуть груз настолько осторожно, насколько мог, и вроде бы даже это получилось. Поначалу кажется, что груз замер на месте. Но потом он начал раскачиваться, и если мысленно провести центр амплитуды, то можно понять, насколько далеко груз от нее отдалился под действием притяжения. Вот, собственно, и результат налицо. Получается, что у нас с вами получилось зафиксировать притяжение, представляете? Но хочется сделать как-то более точно. Для этого надо дождаться, пока груз остановится и попробовать притянуть его гравитацией. Короче, кажется, тут есть небольшой косяк. Я оставлял этот маятник на двое суток, и когда пришел, казалось, что он совершенно не качается. Но пока я сходил, переоделся, подхожу, а он, короче, уже смотрит в другую сторону. Короче, он не прекращает вращаться. Не знаю, может быть, это на него луна действует или еще что-то. Короче, есть что-то, что заставляет его постоянно вращаться. Чтобы убедиться в своих предположениях, я оставил маятник на двое суток и поставил камеру видеонаблюдения. В мастерской выключена вентиляция, нет сквозняков, никто не ходит, в общем, условия идеальные. В какой-то момент кажется, что маятник вот-вот остановится, но почему-то вдруг он начинает раскачиваться с новой силой. Какая-то мистика. Этот маятник оказался слишком чувствительным. Мне кажется, он реагирует на восходящие потоки теплого воздуха от теплого пола. Они, конечно, совсем небольшие, но это единственное, что приходит мне в голову. Ну ладно, продолжим с тем, что есть. Для пущей точности я сделаю передвижную площадку из фанеры с колесиками. К ней прикреплю рейку, которая будет ограничивать движение площадки строго по окружности. Давайте посмотрим, получится ли с помощью гравитации остановить этот маятник или хотя бы затормозить. Как мы помним, сам по себе он не останавливается вообще. Может быть, все-таки большая масса как-то повлияет на его колебания. Я надеюсь, что когда маятник будет пролетать рядом с большой массой, он будет захвачен ее гравитационным полем и остановится. Потребовалось больше часа, чтобы колебания практически прекратились. Я слегка пододвинул большой груз и, видимо, это создало небольшое натяжение нити и маятник вообще застыл на месте. Напомню, что до этого у меня вообще ни разу не получалось его остановить. Если посмотрите на часы, то увидите, что за 20 минут он почти не шевелился. Я переставил камеру, чтобы нам было лучше видно. Теперь я буду аккуратно потихоньку передвигать большую массу и мы посмотрим, будет ли маятник менять свое направление. Давайте отметим точку, в которой маятник находился в равновесном состоянии. В будущем эта отметка поможет нам ориентироваться, насколько далеко смещается маятник и смещается ли он вообще. Обратите внимание, что пока большая масса находится рядом с грузом, маятник практически не двигается. Это значит, что гравитационное поле его удерживает и не дает раскачиваться. Но вот по мере того, как я раз за разом, сантиметр за сантиметром сдвигаю большую массу, вслед за ней разворачивается и сам маятник. При этом, если присмотреться, то можно заметить, что когда маятник находится рядом с большой массой, то он как будто бы замедляется и не торопится отклониться обратно. А вот в другой крайней точке такого эффекта нет. Дойдя до крайнего положения, он тут же возвращается обратно. А теперь обратите внимание, насколько сильно сместилась амплитуда по отношению к стартовой отметке, которую мы сделали в начале. Это удивительно, мы сейчас с вами наблюдаем эффект искривления пространства, создаваемый телом с большой массой. Масса, конечно, не слишком большая, но несмотря на это, она все равно смогла притянуть к себе маятник. И самое интересное, что когда я убираю груз далеко и он перестает действовать на маятник, то колебания маятника возвращаются в нормальное, так сказать, русло. Таким образом мы с вами сначала смогли остановить колебания маятника, а потом даже смогли повернуть его направление. Кажется, что это какая-то мелочь. Ну да, действительно, это очень слабая сила. Но все равно нам с вами удалось зафиксировать притяжение, а значит и искривление пространства-времени. Этот достаточно простой эксперимент может повторить каждый желающий и самостоятельно поэкспериментировать с гравитацией. Если даже 55-килограммовый кусок свинца способен притягивать к себе предметы, то уж на что способна наша планета с ее массой? Я надеюсь, что теперь каждому плоскоземельцу стало понятно, почему вода не стекает с нашей планеты вниз и как люди умудряются жить в Австралии и не сваливаться. Если тебе понравилось это видео, то обязательно поставь свой лайк. Сделай, так сказать, вклад в популяризацию науки, ведь чем больше ваших лайков, тем лучше YouTube продвигает этот видос и больше народа увидит это видео. Вместо того, чтобы смотреть про плоскую землю и прочую чушь. В общем, вы смотрели Огненное ТВ. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok